Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками Мэрит Оппенхейм. Швейцарская художница родилась 6 ноября в Берлине в либеральной семье любителей искусства. Детские годы прошли в Базеле в доме бабушки писательницы Лизы Венгель. В возрасте 18 лет приехала в Париж, где познакомился с Альберто Джакометти Жаном Арпом, которые заинтересовались ее работами и пригласили участвовать вместе с сюрреалистами в выставке салона независимых. Я цитирую данные по книге «Сюрреализм» автор Иван Мосин. Через некоторое время она вступает в группу парижских сюрреалистов, близко сошлась с Балетоном, Дюшаном, Эрнстом, а также Мэн Реем, которого неоднократно позировала для его работы. В 1936 году Мерет Оппенхейм принял участие в выставке сюрреалистических предметов проходившей в Парижской галерее Шарля Ратонна. Ее меховой чайный прибор, показанный на этой выставке, а также на Нью-Йоркской выставке сюрреалистов, состоявшейся в том же году, произвел сенсацию и сделал 23-летнюю художницу знаменитой. Обтянутый мехом чашка, блюдца и ложка, получивший иронические названия меховой чайный прибор. Классическая абсурдная композиция, в которой блестяще совмещено несовместимое. Исключительно утилитарный предмет в результате работы над ним утратил свою изначальную функцию, приобретя при этом часть сексуальности и скандальность. Шумный успех предметов Оппенхейм имел и обратную сторону. Тщетные попытки повторить его, удержаться на гребне популярности, обернулись для художницы тяжелой депрессии. В 1937 году она покинула Париж, приехала в Базель, где посещала художественный колец, совершенствуясь в различных видах искусства. В эти же годы она стала членом базельской художественной группы 33, активно участвую в ее деятельности. Через два года, в 1939 году, художница вновь вернулась в Париж, где приняла участие в выставке фантастической мебели, показав на ней стол на птичьих ногах. Познакомилась с Ларошем, с которым в 1948 году приехала в Берн, год спустя они поженились, это был 1946 год. В Берне художница арендовала мастерскую. «Я работала каждый день», вспоминает она позднее, «чаще всего почти ничего не получалось, хотя чувство скованности в руках прошло». Однако, повторить свой успех 36 года ей так и не удалось. Андрей Бретон обратился к Оппенхейм с предложением сделать для сюрреалистической выставки, которая проходила в Парижской галерее Даниэля Кордиэ, повторение ее композиции «Весенний праздник», представляющая обнаженную женскую модель, на теле которой был накрыт стол на 6 персон. Само содержание инсталляции, носившее скандальный эротический характер, как нельзя больше отвечало теме выставки и эстетике сюрреализм, замешанной на эпатаже. И хотя живая модель, декорированная явствами, присутствовала лишь на вернисаже, который состоялся в ночь с 15 на 16 декабря 1954 году, в последующие дни модель была заменена манекеном. Эта композиция имела самый широкий резонанс и вписала одну из самых ярких страниц в истории сюрреализма. Эта выставка под названием «Эрос» стала последней сюрреалистической выставкой творческой биографии Мерит Оппенхейм, хотя художница и в последующие годы продолжала много плодотворно работать и выставлять. В 1885 году, незадолго до смерти, Мерит Оппенхейм была принята в члены Берлинской академии искусств. В Швейцарии учреждена художественная премия имени Мерит Оппенхейм. Ну вот так, вкратце, немножко о Мерит Оппенхейм, немецко-швейцарской художнице-сюрреалистке, получившей мировую известность в Париже и Нью-Йорке по книге «Сюрреализм» авторов Иван Моссин. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok